Доброе утро, друзья! Вот и закончен предпоследний пятый тур Лиги Наций, и совсем скоро, а именно 18 ноября, мы узнаем обладателей счастливых путевок в Лигу уровнем выше, а также неудачников, которые перейдут в более низший дивизион. И тут у меня невольно так же, как наверняка и у других болельщиков футбола, закралась мысль, а стоит ли нам с такой игрой переходить в Лигу А в случае завоевания первого места в группе Б3. Сегодня в нашей группе состоялись два матча, которые пока не определили досрочного обладателя первого места. Ну давайте все по порядку. Начнем с результатов состоявшихся матчей. Наши в гостях проиграли туркам 2-3, а венгры не смогли на своем поле сломить сербов. Счет 1-1. Итак, можно констатировать, что нам в последнем матче с Сербией в гостях для завоевания первого места нужно просто выиграть с любым счетом, так как по личным встречам у нас преимущество перед венграми. Напоминаю, у нас так же, как и у венгров перед последним туром 8 очков. У турок 6. В случае нашего проигрыша сербам, которым кстати ничего уже не светит, венгры или турки разыграют единственную путевку в Лигу выше. И сборная Турции в случае успеха может набрав 9 очков занять первое место и перебраться в более высший дивизион. Ну соответственно Венгрия в случае победы или даже ничьей аналогично занимает первое место. Совсем иной расклад может быть в случае ничьи между нами и сербами. Поэтому в последнем туре надо играть только на победу. Должны были наши играть на победу и в матче с турками. И начали они матч очень активно, создав несколько голевых моментов. Более того наши даже повели, гол на 11-й минуте провел Денис Черышев. Вся креативность нашей сборной снизошла на нет после чудовищного паса через себя к своим воротам Магомеда Аздоева, в результате чего был вынужден сфалить на турецком игроке защитник Андрей Семенов, за что и был удален арбитром из Польши. Сразу отмечу очень предвзятое судейство в этом матче главным судьей, что было отмечено очень многими специалистами. После удаления игра словно перевернулась и турки буквально за следующие 8 минут довели небольшой штурм у наших ворот до логического результата и повели на 32-й минуте со счетом 2-1. Вторая стопроцентная ошибка судьи была совершена уже в начале второго тайма, когда Шимон Марченяк указал на 11-метровую отметку после контакта Кузяева с игроком сборной Турции. К слову сказать, это был чистейший подкат, исполненный нашим игроком, но учитывая, что в матчах Лиги Наций нельзя прибегнуть к помощи ВАР, судья без колебаний назначил пенальти, безукоризненно исполненный нападающим турецкой сборной Тасуном. И даже Кузяев, сокративший счет на 57-й минуте встречи до минимума 2-3, не позволял нашим сделать что-то более серьезное, учитывая численное меньшинство. Так оно в результате и вышло, и оставшиеся полчаса вратари обеих команд оставили ворота на замке. Итоги двух матчей я вам уже озвучил, и мы могли уже сегодня спокойно выходить на чистое первое место независимо от последнего тура, нужно было просто не удаляться и побеждать в этом матче. Станислав Черчесов отметил достойную игру команды, учитывая сколько времени пришлось играть в меньшинстве. Обсуждать действия главного арбитра Черчесов отказался, аргументировав это тем, что решение судьи – это часть игры. Заболотный, игравший вместо Дзюбы, откровенно разочаровал. Настоящего лидера в сборной не оказалось, и хотя лучшим игроком матча признали Дениса Черышева, его грубая ошибка привела ко второму голу в наши ворота. Таким образом, братская Сербия помогла нам, не проиграв венграм. Теперь же может помочь еще раз, сыграв с нами так, как необходимо нам. Это, конечно, ирония с моей стороны, и доказывать свою силу нашим придется уверен в честной игре 18 ноября. Напомню, матчи последнего тура играются всегда параллельно. Ну и если турки с венграми скатают ничью в последнем туре, то нам достаточно тоже будет не проиграть сербам. Вот на этой ноте и закончу разбор матчей в нашей группе Б3. Всего вам доброго и до новых встреч, подписывайтесь на мой канал и вы всегда будете в курсе всех главных новостей дня. С уважением, Ренат.